Добрый день. Добрый день. Точнее, доброе утро. Ну почему? В некоторых странах день. Да, да, да. А где-то уже даже... А где-то уже даже еще и вообще ничего нет. Слушай, в Америке все страшное дело. А это вообще отвратительная страна. И там всегда все страшно. И возвращаясь к сути нашего... Там президент по имени Барак. И у него есть Абрама. Товарищи, дело не в этом. Если бы там был президент по имени Вилла. То есть он практически отсутствует. Он Барак. Он из наших. Я думал, он из наших. Да, прекрасно. Они с нас сняли мерку. Причем он из наших шахтеров после смены. Да, да, конечно. После смены он. После смены. Барак он после смены. Придет его мишель. А я думал, почему он такой неумытый? Он неумытый. Ну это вот уже ты напрасный. Шахтеры умываются очень... Заметь, как деликатно ясказно. Это ты не рассказываешь. Ты напрасный. Вот это вот подчеркивание национальных особенностей. Это очень нехорошо. Это не рассказывай. Но они это тема наша сегодняшнего дня. Ты с ним знаком, конечно. Я не знаком, поэтому ничего не знаю. Все знакомы с Бараком. Все. Все мы вышли с Бараком. Просто не все хотят об этом говорить. Вот и все. На самом деле мы... У нас сегодня совершенно странный. Такой вот... Ханский разговор. Да, да, да. Дораский разговор. Вообще у нас сегодня такой небольшой... Не знаю, такой... Круглая такая дата. Такая небольшая. У нас сегодня сороковый выпуск. У нас сороковина. Сороковыそして... Где блюны с мёдом? Где вообще? У нас 40 дней в хорошем случае. У нас 40 дней, да. У нас критические дни. Да, кретинические. У нас есть Хейфиц. Отличная реакция. Я не буду с ним сегодня писать. Никогда его таким не видел. Писаться со мной не надо. Окей. Всё, назвать меня кретином. Нет, я тебя назвал Хейфицом, это хуже. Так. Не скромно, я тоже раздосадовался. Я всё, я не буду. Андрюш, давай. Что-то делать надо? Надо спасать эфир. Тема хамская, поэтому он хамит. Это всё понятно. Ну, что так? Хорошо, время идёт. Батарейка садится. Нет, батарейка. А она вставлена? Батарейка не садится. Не садятся совершенно другие люди. О чём, мерзавец, ты хотел сегодня? Вас побеспокоить. Сегодня? Я считаю русским словом. Неплохо. Сегодня, да, собственно говоря, щегнёй какой-то. Тема, которая даже не тема как таковая. Так иначе мы её периодически обсуждали в каких-то осколках разных. Просто мы хотели, точнее я хотел, а потом и Хефис хотел, Орлов присоединился. Мы хотели поговорить об интернете, как о таковом. Самое интересное, что если мы будем говорить об интернете, как он есть, нас, чёрта, матери, думаю, забанят на всех ресурсах. Пусть забанивают, это их проблема. Мы же говорим не себя. Пусть забанят, да? Да. Собственно говоря, такой посыл к этому произошёл по совершенно, даже, так сказать, не относящейся к теме, можно сказать, истории. О том, что недавно господин Гришковец хлопнул дверью, ушёл из ЖЖ в свой стендалон, так сказать. То есть на свой сайт не из интернета вообще, а просто из ЖЖ, закончив с пребыванием в живом журнале такой большой-большой тирадой, по поводу того, что он очень долго и упорно пытался создать некий микромир, в котором нельзя было употреблять определённые слова, которые ему не нравились и так далее и тому подобное. В чём он прав, в чём он не прав, я не знаю. Я знаю одно, что вот он ушёл оттуда в свой сайт, на свой сайт точнее. Это уже тоже некий такой вот тоже, некий шаг, да, некая акция. До этого, всем известно, ушла по такой тоже шумной причине, это Авдодия Смирнова, или как она себя раньше называла, Дуня Смирнова, да. То есть она вообще ушла из интернета. И, собственно говоря, их можно перечитать, много людей, которые одни сократили своё пребывание в интернете, в живом журнале в частности. Для многих, потому что интернет — это живой журнал, для многих вот творческих людей, как ни странно, они пребывают в основном в живом журнале. Некоторые предползли в Facebook, по простой причине, что Facebook позволяет регулировать наличие своего круга общения. Что получается? Получается, что сперва, когда интернет хлынул на людей, в том числе и на творческих людей, актёров, писателей, там, других, они всегда ринулись, все ринулись в основном в ЖЖ, вот, и начали там активно общаться с народом. От счастья, что теперь, наконец, они могут общаться с теми, кто в Норильске, там, не знаю, во Владивостоке, в Америке, там, не знаю, в Австралии, в Японии, где угодно, собственно говоря, да. А сейчас этот же резонанс им как раз резко нравится, потому что, если мы, опять же, возьмём то, что говорил Горичковец и некоторые другие люди, неким образом поменялся сам интернет. Ему не нравится, как поменялся интернет. Ему не нравится то, что интернет стал, по-моему, профессионален, что комментирование и бложение, если можно так выразиться, стало профессиональным и платным, вот, и так далее, и тому подобное. Я не беру, опять же, говорит, прав или прав Горичковец, я беру её просто как некий, скажем так, символ, да, то есть как некую историю, да, потому что много есть историй подобных, да, вот, и в связи с этим, в связи с этим, я общался с людьми, я, собственно говоря, обсуждал эту тему, по-разному реагировали. Вот, предположим, один хороший человек, который так иначе наш виртуальный посиделец довольно-таки уже давно, господин Танаев, он очень интересный тезис иногда буду использовать, предположим, он писал такую вещь. Теперь Горичковец является в образе Дон Хихота борющийся со свемьерной паутиной, ну или хотя бы всю частью зоны рук. Горичковец оседлал своего бедоснежного арсенанта и размахивая копьями и шпагами, изгоняя нечестивых из своего храма за всевозможное имхо и позитивно. Да, мне эти выражения не нравятся, но бороться с ними глупо и наивно. Они будут всё равно. Надолго или нет, но останутся. Горичковец изгнал бесноватых из своего блога. Ура, хвала, аллилуйя. А чего, собственно, надо? Чтобы писали только то, как ты считаешь правильным, не использовали мехового веки веков твоём журнале? Ну так это же сам утверждает, что в твой интернет-вочное все ходят по стройке и взявшись за... Ну тут очень много. Ну понятно. Но Андрюша хорошо пишет, ты как всегда прав. Да, он как всегда прав. Тут есть просто много ещё интересных моментов. Он считает, что в принципе менять интернет бессмысленно, что надо воспринимать интернет таким, каким он есть, как говорится. А, собственно говоря, тебе не нравится, но ушёл, говорится, и скатертью дорога, как таковое. Что значит менять интернет? Это же неуправляемый бронет. Да, да, да. Его нельзя просто менять? Нельзя, да. Как можно менять дождь? Пока ещё нельзя. Нет, он меняется, но сам. Что все попытки каким-то образом нести разумное, доброе, вечное в интернете бессмысленность, потому что, кстати, не наши посиделки. Мы не несём ничего. Нет, мы ничего не несём. Мы не несём чушь. Мы не несём чушь. Да, да, и выносим из неё всё ценное, что в ней встречается. Да. Вот, и что я считаю на самом деле неприятным, то, что за некий определённый последний вот прожиток времени людей, интересных, наверное, в социальную часть интернета, потому что интернет, я называю сейчас данной социальной частью, не его производственную часть, там ни банкинги, там ни перекачки файлов, там ни ещё что-то такое, да, там ни производственные сайты, а именно в социальной части люди общаются, что часть интересных людей либо оно просто покинуло интернет вообще, я достаточно много таких знаю о социальной части интернета, либо оно закрылось, ну, предположим, в том же самом Фейсбуке, куда невозможно, скажем так, просто взять такой, войти и начать читать, начать писать и так далее. То есть вот этот вот некий тоже такой, скажем, матершинное слово «тренд» меня, честно говоря, удручает. А меня нет. Ну, расскажи. Пожалуйста. Меня и не радует, и не удручает, а здесь вообще нет ничего нового. С любой вещью, которая появляется вновь, всегда происходит один и тот же процесс, состоящий из трёх частей. Первая часть называется истерика. На неё все бросаются. И начинают её юзать, пользоваться по-всякому, во всех позах и кричать, как мы раньше без этого жили. Что такое? Нет, это нормально, нормально. Я говорю, нет, минутку, я почувствую. Во всех позах. Да, подчёркиваю. Да, КамАЗ утра. Значит, пользоваться, юзать, кричать, как мы раньше без этого жили, где мы раньше были, почему этого раньше не было. Где была КамАЗ утра. И все от домохозяйки до президента начинают эту вещь юзать, да? Потом резко, по непонятным причинам, вернее, причины приводятся самые разные. Кто говорит, тут хамы, кто говорит, тут стало профессионально, кто говорит, тут стало скучно, кто говорит, мне надоело, кто вообще ничего не говорит. Но по разным причинам вдруг резко балка падает и наступает всеобщее отторжение. Эту вещь начинают все харить и поливать. И в конце концов наступает третья стадия, когда эта вещь используется людьми строго по её назначению. Как правило, ограничен кругом. Совершенно верно. То же самое будет и с интернетом. Что прекрасно. Да, поэтому ничего. Завтра появится вместо интернета интердат. И с ним будет то же самое. Сначала все набросятся и начнут и в море, и в туалете, и везде, и где угодно, и всё. Потом, какая гадость, это ваша заливная рыба. А останутся, наконец, 20 человек, которым, собственно, этот ресурс и нужен. Которые умеют им пользоваться и знают, для чего он служит. Вот и всё. Значит, Андрюш, говоря о том, что беспокоит тебя, что достойные люди. Я не скажу, что беспокоит кого, да. Что оно скорее, да. Ну, какие достойные. Кто сказал, что они достойные. Ну, хорошо. Да, кто чего достойный. Вот именно. Ну, уходят и уходят. Кто такой вообще Гришковец, извините меня? Нет, ну подождите. Назовём так, творческие люди. Ну, я тебя тоже умоляю, Саш. Ты нашёл творческих людей. Вот для меня, например, тот же Гришковец просто хороший парень. Он хороший, добрый, обаятельный человек. Ну, слушайте, нам нужно договориться о терминах. Не надо говорить, не надо говорить там достойные и творческие. Надо говорить ещё раз о том. Вот на мой взгляд. Извини, что я тебя перебиваю. Я сказал, интересные люди. Я сказал, интересные люди. Ну, хорошо, интересные, неинтересные. Как надо определить людей, о которых мы говорим? Не надо. Надо просто говорить ещё раз. Вот надо отдавать себе, ну, долг. Потому что то, что я хочу сказать, зависит напрямую от этого прилагательного. Ну, кто тебе сказал, что они творческие? Ну, а кто мне может что-то сказать? Ну, я так считаю... Ну, ты... Ну, окей, хорошо. Ну, на мой взгляд... Нет, ты понимаешь, когда ты ставишь клеймо, ты говоришь, вот творческие люди покидают интернет, говоришь ты. Ну, говорю, не я. Ну, это Андрей, Андрей. А это вовсе не так. Потому что масса творческих людей покидает интернет, а масса не покидает интернет. Некоторые творческие люди начинают покидать эту площадку. Ну, шоу. Да. По своим... Да. По своим индивидуальным причинам. Вот. Теперь о причинах. Значит, как раз о том, о чём ты говоришь. Когда все вас жаждали общения, его простоты. Его просто... Не очень понятно. А зачем? Зачем актёрам, писателям и прочим подобным людям общаться в интернете просто с людьми? С читателями, не с коллегами, не с друзьями. Теперь готов. Секундочку. На место. Да? Эти люди, которые вас жаждали общения, они не понимают, куда они пришли. Ты общаешься на сцене и в книгах общаешься с теми, с кем ты можешь и хочешь общаться. И только. Плюс друзья и домашний круг. Как только ты начинаешь перешагивать, переходишь в другую систему, извини, не обижайся. Ты сливаешься с толпой, а в толпе летят кости крещат, кровь и прочее, прочее. И очень неприятные слова звучат. И мхо. Какие? Кроме костей. Но тогда, дружок, не удивляйся. Ты просто не понимаешь, куда ты приходишь. Надо думать. Людям вообще свойственно редко думать, к сожалению. А потом начинаются скандалы, крики. Боже мой, что такое? Какое хамство? Оно здесь было всегда, это хамство, дружок. Надо было присмотреться, прежде чем открывать эту дверь. И надо ли ее открывать тебе? Более того, в интернете на каждом углу написано. Дедочка, это интернет. Здесь еще стоять много. Я, Андрюша. Да, Андрюша, ты совершенно права. Да, категорически хотел бы. Понимаешь? И в этом вся история. Один из аспектов этого дела. Зачем все это этим людям нужно? Они не думали об этом изначально. А сейчас они, видите, разочаровались в этом. Совершенно верно. Надо с самого начала отдавать себе отчет в том, что шариковая ручка не служит для того, чтобы ею ковыряться в зубах, лечить геморрой, делать маникюр. А токма, чтобы писать. Да, а токма, чтобы писать. И точка. И вот когда, наконец, это понимает ограниченный круг людей, он начинает пользоваться шариками. 58 человек. Да, 58 человек. Точно так же будет и с интернетом. Это совершенно обычная нормальная вещь. И вообще, когда я впервые зашел в логосферу в виде ЖЖ, я напоминаю, что у меня нет ни единого дневника, ни на одном ресурсе, я не занимаюсь интернет-дневностью. У тебя вообще нет буквально. Надеюсь, что меня нет в интернете. Надеюсь. В соцсетях точно нет. А что ты почему-то... Это совершенно осмысленная позиция. Это совершенно осмысленная позиция. Он только что озвучил, когда он долго рассказывал, что он по интернет думает. Да. Нет, но... Потому что на примере одной из первых соцсетей, скажем, в ЖЖ, я понял, какая это... Помойка. Там огромное количество отбросов, пустоты, каких-то социальных звуков, типа «Ау, круто!» И очень мало, очень мало интересных текстов и мыслей. Другое дело, что из-за этого малого количества текстов и мыслей, может быть, и это оправдывает существование этой площадки. Может быть. Но мне кажется, может быть, как человеку той еще эпохи, что если человек способен писать с какой-то регулярностью интересные посты, пардон за это слово, то он писатель... Текст, назовем. Да. То они должны превращаться в тексты и быть изданы в виде книги. А тебе разве нечего сказать людям? Нет. Это другой аспект. Следующий момент. Когда это размещено на площадке интернета, я не готов воспринимать это как нечто серьезное, хотя это серьезное и глубокое. Мне нужен другой носитель. То есть ты сам издаты трясаешь. Интернетовский? Да. А какая разница? Нет, подожди. Нет, есть разница, когда интернет славен тем, известен тем и прочее, прочее, что там нет цензуры. Любой человек может сделать любое. Но суток нет. И это... Ну, в большинстве ресурсов. Благосфера, ну, ЖЖ, по крайней мере. Уже есть. Ну, неважно, есть, нет, не в этом дело. Нет. У людей нет самоцензуры, а на ресурсах нет цензуры. Угу. Я согласен, что не должно быть цензуры на ресурсах, это понятно. Но я категорически против того, что у людей нет самоцензуры. Но я также понимаю, что я ничего из этого никогда не сделаю. И ни один из нас. Но тебе-то разве нечего сказать? Что касается меня, почему меня там нет? Потому что мне действительно... Я считаю, что мне нечего сказать людям. А что ж ты тогда сюда ходишь? Вот когда ты к нам приходишь, ты же говоришь... Потому что я говорю живым людям. А-а-а. То есть ты не представляешь себе читателя. Я хочу сказать живым людям. Меня не интересует гигантская аудитория. А-а-а. Меня интересуют люди, которых я люблю, знаю. А-а-а. Нет, он не заблуждает его точка зрения. И чье мнение мне интересно. Понятно. Это всегда какой-то конечный круг людей, которых я знаю. Понятно. То есть, глядя в эту дырку, ты представляешь себе людей. Глядя в эту... Я вообще ее не гляжу. Я не хочу. Меня сюда пригласили. Я общаюсь с вами. Я не общаюсь с людьми, которые там... С дыркой он не общается. Понимаешь? Если я тебя приглашу... Саша, заходи, пожалуйста, в Фейсбук. Нет, я не пойду. А почему? Потому что я... Я же тебя пригласил. Нет, потому что я хочу разговаривать с тобой, видеть твои глаза. А-а-а. Так я и говорю. Глядя в эту дырку, ты представляешь себе собеседение. Я не общаюсь с дыркой в принципе, я общаюсь с вами. Он общается с тобой, ты не дырка. Я общаюсь с вами. Вот как. А это просто пишется. А, вот как. То есть, когда ты пишешь, ты не представляешь читателя. Нет. Но я не пишу, во-первых. Я не писатель. Я не писатель. Ну, минуточку. Что, значит, не пишу? Ну, так. Я не пишу. Он читатель. Потому что у меня довольно высокий план. Это позиция. Это позиция. Что ты скажешь? Нет. Я говорю, что то, что он сейчас говорит, очень сильно перекликается с темой, то, что мы говорили о графоманстве. Ты помнишь, еще по весне прошлого года? Ну, да. Это как раз тогда очень похоже. И я его понимаю просто... Так это. Извини меня. Давай-давай-давай. Мы как-то, вы знаете, что? Мы как-то куда-то. Мы же говорим об интернете. Обо нем и говорим. Вот. Нет, давайте мысью мы растеклись по древу. Да, да. Значит, вы согласны с тем, что трагедии никакой нет в исходе Гришковца? А я не вижу трагедии. Потому что у Гришковца вообще была акция рекламного стендалона. Я провел... Оставим Гришковца. Я привел просто к примеру. Вы согласны с тем, что трагедии нет в некоем исходе, в некоем количестве людей из некоих ресурсов? Я считаю вообще, что это благо. Благо. С моей частой точки зрения. Вы согласны с тем, что интернет ничем не отличается от любой другой вещи на земле и что с ней происходит один-три фазик? Истерика, отторжение, использование... Это СМИ. И с ней происходит то, что нужно поступить с СМИ. С радио, с телевидением и так далее. Ну окей, но то же самое. Появляется новый ресурс. Вот я, например, с этим, с телеканалом «Дождь» это вот наблюдал. Вот я прошел по опросу своих знакомых, я прошел, так сказать, последовательно. Сначала был общий крип. Телеканал «Как ты не смотришь «Дождь»»?» Это была такая фраза. «Как ты не подмываешься утром?» То есть ты обязан был смотреть «Дождь». Потом пошло какое-то время, и люди стали говорить «Э, Дождь, фигож». Пора смотреть. Пора смотреть. И, наконец, вот теперь, вчера на «Дождец» или направленно посмотрел, как Миша Ефремов читает под Некрасова «Доля ты женская, доля ты печени, та, что в циррозе насквозь». Ты только вчера посмотрел? Я не о себе, я говорю вообще, нет. То есть вот телеканал «Дождь» стал использоваться теми людьми, которые в нем что-то находят для себя. То есть истерика, потом отторжение, а теперь вот. Поэтому я считаю, еще раз хочу сказать, что интернет тоже самое ровное. Нет, инструмент инструмент, да. Инструмент, инструмент. Теперь отдельно хочу сказать о хамстве в интернете. Два слова хочу сказать, да? Я уже говорил, помнишь, ты меня набросился за то, что я хочу цензуру вводить? Я тебя вообще сейчас буду чаем поливать. Я понимаю. Я по-прежнему считаю, что хамство в интернете стоит на полной безнаказанности и анонимности. Я категорически против анонимности в интернете. Вот все ресурсы, на которых я участвую, там можно найти мою фамилию, имя, отчество, мой телефон, мою почту, фотографию мою. Я совершенно открыт. Я хочу отвечать за каждое сказанное мной слово. Вот абсолютно отвечать. В том числе и перед законом. И вот хамство в интернете, когда вот моей жене, например, в ЖЖ, да, стоит ей написать что-нибудь, начинают эти тролли, или как она называет их, чемоданы, начинают сыпать там... Но она их банит? Она их банит, они появляются снова, они просто меняют ники и так далее, да? А почему она не выберет режим без комментариев? Нет, она выбрала какую-то там копчу, где надо вводить какие-то цифры... Это не помогает. Нет, нет, почему? Ей это помогает. Нет, ну можно же обменить комментарии? Я советую послушать в небольшую рекламу. У нас подкаст с Маком Сандомирским, где мы как раз и про капчу... Ну я не об этом, ребят, ну я не об этом. Капча-шмапча, я не об этом. Я говорю о том, что вот они хамят, потому что знают, что им за это ничего не будет. Вот только по одной причине они хамят. Как только человек знает, что могут теоретически позвонить, прийти из... Допустим, допустим, вот та же самая ситуация, все регистрируются с паспортами, все никакого нанести, но они приходят в журнал в твои супруги и начинают писать, что нет, не будет этого. Это чисто психологически. Нет, они не пишут матом. Вот и все. Но ведь без мата можно гораздо сильнее уколоть яска. Это другое, прости. Если это сделано с искусством... Нет, нет, подожди. Если применяется так называемая ирония, пусть и убийственная... Нет, не ирония, а хамство, а грязь. Но без мата, например. Нет, дело не в мате. В некоторых программах, типа Читый понедельник, Соловьевский поединок, там голимое хамство, да. Но никого из них нельзя привлечь за хамство. Нет, потому что они с паспортом хамят. Это другая история. Это абсолютно другая история. Вот просто понимаем, про что говорит Юра. Одно дело, разность мнений, в том числе, которое тебе глубоко неприятно. Это пускай будет. Другое дело, оскорбление. Другое дело, типа пошел Тина, пошла ДВ, и так далее. Другое. Вот он про это говорит. А если пошла, то без мата? Хорошо, пусть будет. Пусть будет. Вот это уже не согласен. Готовы от терпения? Готовы. Вот это уже не согласен. Нет, почему? Если пишет кто-то, да пошла ты, но никакого мата нет. Она просто, она не будет, понимаете, это степень уязвления. Это совершенно разные степени уязвления. Есть грязь под ногтями, что тоже крайне неприятно, но в принципе поддается быстрому исправлению. А есть вот полностью грязный, вонючий облик. Это совершенно другая вещь. Вот смотри, есть два мнения по этому поводу. Я все время обсуждал это, я тему, кстати, вешал именно в ЖЖ, потому что на одной из наших, кстати, по-моему, на табачно-алкогольной было много комментов, скажем так, разных, да? И я именно в ЖЖ, чтобы не на другой площадке, обсудил тему с разными людьми, стоит оставлять комменты определенного характера или нет. И, предположим, Марк Сандомерский, он сказал, что я оставляю любые комменты, чтобы мне не писали, в том числе и храмские. Да. Просто люди, чтобы видели, да? Да, это очень показательно. Это очень показательно. В том числе и матершинное. И честь ему и хвала. Многие, предположим, то же самое. Танайф, когда все это цитировал, он сказал, что нет, я не хочу оставлять комменты, которые оскорбляют моих читателей. Понятно. И я на иоскаре стану. Тоже позиция. Да. Нет, ты не путаешь. Кажется, с его точки зрения. Марк психотерапевт. Да. Он совершенно по другой причине эти комменты оставляет. Все, что делает Марк, интересно ему, как срез, так сказать, состояние общества. Это узкопрофессиональный. Это узкопрофессиональный. Я просто приемлю, что два мнения. Она, на самом деле, не только у психотерапевта. Многие, в принципе, считают, что комменты, я когда обсуждал, они делились пополам. Что-то как человек написал, так на самом деле. Ну, все так и будет. Может, допустим, что я не буду реагировать на этот вопрос. Это пожалуйста. То есть, если у человека хватает сил относиться к этому с некой профессиональной точки зрения, не оскорбляясь. Правильно. Пусть оставляет. Опять-таки, это мудрость жизни. Надо знать, в какую систему ты пришел. Когда европеец оказывается в Средней Азии и начинает вести себя, как будто он в Европе. Это неправильно. Ну, конечно. Средняя Азия должна вести себя, как в Средней Азии. И двигаться в том темпе. И носить то, и пить чай так, как пьют там. Совершенно верно. Иначе будут всякие проблемы. Иначе будут пословицы про монастырь. Я думаю, чтобы нам опять же не раздувать темпу бесконечно. Я, наверное, предлагаю таким образом подытожить то, к чему я периодически призываю, когда пишу в том же самом интернете. Я вот себя назову одним из патриархов интернета. Потому что я нахожусь еще со времен Фидонета. То есть еще до зоны Роя вновь нахожусь. И, соответственно, тут очень давно. И уходить отсюда не собираюсь. Ты даже не знаешь, что такое Фидонета. Это было давно неправно. И, соответственно, я еще раз говорю, что я здесь не собираюсь отсюда уходить. И мне как раз здесь все нравится. И мне тоже. Ну и все. Плюс-минус. То есть я нахожу свои плюсы в одном, в другом. Просто я считаю таким образом. Вот то, что сейчас сказали. То, что вы оба сказали, это волшебная вещь. Нужно то, что называется знать свой шесток. То есть человек ранимый, скажем так. Человек, который, может быть, не желает каких-то определенных комментариев. А самое главное, может, хочет писать какие-то вещи, которые он не собирается рассказывать всем и каждому. Я думаю, что ему просто стоит каким-то образом ограничивать, может быть, доступ. Существует тот же самый ЖЖ. Пусть он сам себя ограничивает. Тот же самый ЖЖ. Существует, предположим, записи только для друзей. На всевозможных ресурсах существуют группы. Можно даже организовывать форумы, на которых нет общего участия и так далее и тому подобное. Потому что даже есть общие форумы. Предположим, я один из давних участников форумов «Клащик.ру». Там есть, скажем так, по темам. Не ходят люди, которым неинтересно. Не пойдут люди писать про задницу, потому что там говорят о банках. Скучный форум. Ну, нам там интересно. Мы там уже существуем сейчас. Я вот знаете, сейчас что вспомнил? И так далее. Это все... Такое неприятное воспоминание, но оно меня пронзило. Не дает подытожить. Ну ладно. Пусть он и тоже потом сам. Давай, давай, давай. Андрюша, дело не в этом. Я просто, если сейчас не скажу, это будет неправильно. Я сейчас вспомнил, как в полемике с несколькими людьми в интернете я вел себя, как последнее хамло. В том числе и с женщиной. Ух ты, гад какой. То есть? Да. Главное? Да. Да. Без мата. Но я сейчас понимаю, что я их глубоко оскорблял и уязвлял. Да мы это не самые старые. Нет, нет. Были вещи, когда я называл людей в открытую подонками. Прямо в полемике с ними. И всякими другими словами. Очень такими резкими. Батинка-долуха? Да. А ты пересмотрел свое отношение к их позиции? Нет. Почему ты это трогаешь? Нет, нет, нет. Это были люди, убеждения которых были мне глубоко отвратительнее. Например, вот с одной дамой я недавно подсапался, которая сказала, что вам не нравится в России. Вас не пытают и вас кормят. И это невинное замечание... Я кормил? Ее невинное замечание вызвало? Вызвало. Как ты назвал ее? Нет, ее я никак грубо не называл. Я ей написал. Нет, я ей написал вот что. Я написал, что жратва и отсутствие боли – это вещи, которыми может удовлетвориться скотина. Написал я. А человеку нужно нечто большее. И в чем? Минуточку, это ее задело. А я в ответ не удержался тоже. И пошла пьянка. И некто, Петр Ермилин, которого я до сих пор считаю фашистом, нацистом и всяким нехорошим человеком, на заре моего присутствия в Фейсбуке, тоже в полемике, вынудил меня, я поддался на эту провокацию. И там звучали с моей стороны слова «жлоб и быдло» только так. Минуточку. Фу. Фу. Мове тон. Мове тон. Да, почему? Но я вам скажу, что... Вот почему... Ну, не то, что совесть моя чиста, я так не могу сказать. Мне стыдно это вспоминать. Но я могу вам сказать, что при всем притом я никогда не прятался. Есть мой адрес, есть мой телефон, есть мой паспорт, есть моя почта. Велкам. Да. И человек, который... Да, понимаешь, да? То есть он... Я никогда не прятался ни за ником, ни за киком, ни за пуком. Всегда человек знает, с кем он говорит. Я не хочу сказать, что это индульгенция на хамство. Не хочу. Но есть для меня некая грань. Вот какой бы резкий разговор ни был, я считаю, да, люди должны быть открыты. Ну, я думаю, что это уже третий раз мы повторяем нашу сегодняшнюю беседу. Так как я уже закруглялся, теперь ты закругляйся. Да, я закругляюсь. Я... Нет, я просто хочу сказать, что любой орган нашего тела... Али, я вам участвую в начале нет. Любой человек, с которым мы встречаемся в жизни, и любая вещь, которая попадает нам в руки, в голову или в другое место, имеет свое назначение. Да? И как говорит моя мудрая жена, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Поэтому я предлагаю просто всем отдавать себе отчет, по возможности быстрее, как можно быстрее, отдавать себе отчет в предназначении явления гаджета, девайса или человека, с которым вы имеете место находиться. в предназначении. Когда тоже девайс и гаджет. Я, да, девайс и гаджет. Кстати, псевдоним классный. Класс, да? Гаджет-девайс. Представляешь? Вау. Твиттер-финкок. Достаточно, что будет. А я бы добавил еще к этой реплике, то, что все-таки, давайте, выбирайте общество, с которым вам больше всего подходит. Не забывайте, что, ну, интернет – это интернет. И в интернете даже можно выбрать те места, которые вам абсолютно позже идут. Он очень разнообразен, собака. Введите себя, как вас введут. А еще лучше, общайтесь лично. И заведите нам сейчас собаку. Собака.ру Просит, просит.